Бать и родима, вечно живи и квитней Беларусь! Красивая форма у обеих команд, не знаю, может быть не очень легко мне находиться перед телевизионными камерами болельщиков немного Я вас уверяю, что болельщиков предостаточно, просто многие предпочли трибуны, которые находятся в тени Стартовала у нас уже игра, видим, Найок, по-моему, принимает удар на себя, мяч в Смаргоне остается Неплохо, и здесь Павлюченко, о, как опасно было, вполне мяч мог оказаться в воротах И аплодисменты местной публике своим любимцам за такой момент, да, никто не ожидал, что будет удар поворотом Лапти впускается, видим, в район центрального круга, в центр поля, играет в подогреши, неплохо на фланг, где Павлин Савицкий Уже мчится вперед Савицкий против Комары, удар поворотом, и все-таки это не гол, неплохой момент уже у Брестской команды Танин Шапко готовится у нас встречу возобновить Бен Азиздау с мячом, снова хорошая стенка, и Смаргонь, можно открывать счет, удар поворотом, и Найок принимает даже на себя удар Комары Да что ж происходит? Вот это да, вот это Смаргонь, пожалуйста, не останавливайтесь Вперед, здорово, концевой, пас на Гречиха, Кирилл Печенин, Печенин, играет в штрафную площадь Лаптев, и здесь Лаптеву можно бить, и видим, мяч впал в сетку с внешней стороны, недоволен Вячеслав Сергеевич Григоров, я сейчас вижу, хотя здесь, конечно, рассчитывать на то, что можно было забить с такой позиции более чем сложно Очень острый угол, и вот Денис Лаптев решил бить в ближний, и попал в мяч в сетку с внешней стороны Продолжается у нас игра Кикигая, ключевое, нет пока угрозы у ворот Павла Павлюченко А вот у ворот Данила Шапко все очень опасно, и концевой мчится вперед, пас, Найок, Найок может бить Удар Александра Найока, и мяч в сетке, 0-1 в пользу футбольного клуба рук, а Александр Найок открывает счет Доволен Григоров, я сейчас вижу, и, конечно, недовольны местные болельщики и тренерский штат Найок На 14-й минуте матча, 0-1 еще становится, Александр Найок, автор забитого мяча Абсолютно правильно я все рассмотрел, если честно, казалось, что может было какое-то подставление Но нет, Найок забивает, и Рух уже впереди 0-1 Хорошо играет Кики Габи в будущем, в скором времени будем надеяться уехать в топ-чемпионат Ну и здоровье, безусловно А здесь Сморгони, удар от Романа Пасевича, и вот так он проверяет рекламный борт на силу Ну вот, бывали случаи, что ломали футболисты эти самые борты Помните, может, в прошлом сезоне в Слуцке Артем Сердюк, если не ошибаюсь Словский и Ханкевич, они были больше запасными Савастьянов И удар по воротам, не получился удар у Савастьянова Здесь мяч так и гасанул Шоу чемпионата Снова защищает он цвета Брестского клуба Только на этот раз уже не Брестского, а Динамо И как раз-таки Найок снова бьет, и хорош Даниил Шапко А теперь уже Брестском Рухе играет Александр Найок Пришел футбольный клуб Рух и Алексей Вакулич Из тех, кто Рух покинул, ну, можно сказать, что это Дмитрий Сибелев Но все-таки еще в первой лиге Рух и Сморгонь выступали Удар Савастьянова, ну, вот, хорошая попытка удара от Евгения Савастьянова Это приятно, то, что у нас действует пятый номер Кирилл Печенин, второй номер Кикигаби, получится Удар по воротам Павлюченко отбивает Павлюченко отбивает, он в воротах, все нормально Но решил сразу же сыграть более надежно и мяч отбить Сейчас он уже его поймал со вторым ударом Второй удар был не так опасный И Филионович, если я не ошибаюсь По ударам, кстати, по статистикам после первого тайма 9-5 было в пользу Сморгонь То есть вы понимаете, какой футбол был в первом тайме Если кто-то подключился к нам прямо сейчас То стоит сказать то, что Счет на табло, наверное, все-таки по игре Но Сморгонь абсолютно не тушуется Играет футбол, играет неплохо Удар от Штыгеля Заблокирован, безусловно, потому что Было далеко до ворот И прямо здесь находились игроки в серой форме Удар по воротам и едва мяч не оказывается В воротах вот едва-едва Хотя Павлюченко все контролировал Но угловой Сморгонь заработала Вот Сморгонь, пожалуйста, показывает Что готова она отыграться Готова идти вперед Евгений Шевченко уже готов Так вот, очень опасный момент Запороли А здесь еще Юзепчук И Рух может наказать Юзепчук Пас! И мяч не будет в воротах Здесь это не гол, друзья Здесь болельщики Руха Которые все-таки присутствуют Здесь, ну, мне кажется, это все-таки спередит и саду Но это не гол, здесь тренерский штаб Руха Тоже просто все схватились за головы Как же так? Ну, здесь Роман Юзепчук отдавал все-таки Передачу на партнера И видим, что угловой все-таки Рух заработал Ну, если бы Юзепчук пробил сам Ну, если бы, да кабы И далее по тексту Всем прекрасно знаем Где Чиха играет головой Неплохо скидывает На йог На йог Удар Александра на йог Не так, как в первом тайме Но достаточно опасно Мяч полетел выше ворот Мара Сергей Бондаренко Опасно уже может быть у ворот Руха Сергей Бондаренко Смотрим, что будет делать Сергей Неплохо Вертикальная передача Продолжается атака с Маргони И неплохо здесь можно забивать Гол! 1-1! И мяч будет защитен С Маргони отыгрывается Вот это да! 1-1! Филипп Йович сейчас просто схватился за голову Он еще не успел появиться на этом поле А С Маргони отыгрывается 1-1! Вот так вот У Барух Гол у ворота Калан Юзепчук Забил ворота Калан Юзепчук Кирилл Янович Автор забитого мяча А у нас другой Кирилл Поле покидает Поле покидает Кирилл Печенин А на поле появляется Филипп Йович Я говорил Вот самое интересное у нас начинается И вот 86-я минута 1-1! Голи, но и Рух тоже Сейчас уже, я думаю, проснулся Они не ожидали То, что С Маргони отыграется На ее подачу Удар! Здесь все-таки было положение вне игры Было положение вне игры Это очень хорошо видно Мяч вынесен И 1-1 1-1 звучит финальный свисток Павла Коранца Зафиксируем Нечейный Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok